За годы существования детского времени многие дети увлеклись поэзией. Автор проекта Наталья Замарина, анализируя прошедшее мероприятие, пришла к выводу, что первое где-то наивное детское творчество открывает ребенку мир во всех его проявлениях. Ребятки, сегодня день необычный. Ровно три года назад, в январе 2014 года, состоялось первое детское время. Очередная встреча школьников с новым героем детского времени состоялась в историко-культурном центре. На этот раз учащиеся видновской школы номер два слушали стихи Юсуфа Хасанова. Мудро жизнь прожить – это так мало. Ты должен некоторые вопросы задать себе для начала, ответишь правильно – заберешься на гору истины или упадешь в нее – решать себе судьба в твоей руке. На программе «Детское время» присутствовали не только одноклассники Юсуфа, но и его родственники. Я горжусь, что у меня такой брат. Он – гордость нашей семьи. Когда он писал первое стихотворение, я помогал ему при первых слогах, дополнял его, исправлял его ошибки. Кроме стихов героя этой программы, ребятам было очень интересно слушать рассказ Юсуфа о своей родине – Таджикистане. Он родился в городе Исфаре, одном из старейших Верганской долины. Когда Юсуф вместе с семьей приехал в «Видное», русского языка он не знал. Но благодаря упорству своей первой учительнице и друзьям этот барьер с успехом был преодолен. Юсуф пока написал немного стихов, но и они тронули детские души. Мне кажется, в стихах Юсуфа есть смысл, и эта строчка его про то, что судьба в твоих руках, она значит, что надо сам самому думать о том, что будет, и то, что ты должен сам делать. Проект Натальи Замариной живет. Все больше детей вовлекаются в процесс сочинительства. А значит, нас ждут и новые герои детского времени. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.